мир всем друзьям поговорим сегодня про желудочки головного мозга полушария большого мозга я удалю я их добавляла с той целью чтобы визуально было понятней и так вспомним стадию 5 мозговых пузырей полость конечного мозга теленцефален является парный боковой желудочек сейчас мы их видим они отмечены на модели боковой желудочек имеет центральную часть парс централис и три рога сейчас видим центральную часть передний рог также называют и лобный рог корну фронтали задний рог также называют затылочный рог корну акцепитали и нижний рог или корну темпоралис вернемся полость промежуточного мозга диэнцефален это третий желудочек сейчас он у нас отмечен вентрикулюс тертиус акведуктус церебри или сильвия водопровод является полостью среднего мозга мезэнцефален четвертый желудочек является полостью ромбовидного мозга видим далее метэнцефален это задний мозг и миелэнцефален продолговатый мозг отметим на модели вентрикулюс квартус и хорошо заметно что далее переходит в узенькую часть этот центральный канал спинного мозга друзья если вы смотрели видео лекции профессора израного то наверняка заметили что владимир александрович и задавал такую загадку что же это за отверстие ну правда через несколько секунд уже была дана и разгадка но все же это интересно да вроде отверстие есть но на самом деле его в головном мозгу нет но анатомия это не философия поэтому давайте разбираться с и ответом наберем таламус и вот прекрасно видно что это и есть межталамическое сращение то есть адгезия интерталями к можем изолировать таламус ну и теперь наглядно видно что это и вправду межталамическое сращение адгезия интерталями к получается с атласом пирогове каверзные вопросы не страшны ну что друзья мы разобрались с вами желудочек головного мозга поэтому всем пока до встречи